Даже не открывая правила дорожного движения, многие водители на зубок знают, зимние шины в обязательном порядке должны быть установлены до 1 декабря. А все потому, что при низких температурах значительно ухудшаются свойства летней резины, увеличивается тормозной путь автомобиля. Как итог, дорожно-транспортное происшествие. К слову, с 20 ноября по 1 декабря в Брестской области зарегистрировано более 20 аварий. С 27 ноября по 5 декабря на территории Республики Бларусь проходит республиканская профилактическая акция под девизом «Меняй свой стиль на зимний». Цель данной акции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период времени, а также, конечно же, очередное напоминание гражданам о важности своевременной приобувки своих транспортных средств на зимний тип шин. С 1 декабря по 1 марта на автомобилях должен быть установлен зимний тип шин или же всесезонный. За нарушение данного требования предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до одной базы величины. В случае повторного такого нарушения в течение года, то штраф, соответственно, увеличивается. Выявляют нарушители, сотрудники госавтоинспекции отправились в первый зимний день на улицу Московскую. Инспектор останавливал автомобили в режиме но-стоп, проверяя не только резину, но и документы, а еще техосмотр. Взмах жезлом и первый водитель на своем железном коне остановлен. Владелец «Мерседеса» Александр очень спешит, но, к счастью, к нему никаких вопросов. Документы в порядке, шины тоже, поэтому претензий нет. И все это можно назвать одной пресловутой фразой – чувство ответственности. В техническом состоянии она у меня всегда в хорошем состоянии. За техническое состояние – да. Состояние кузова тут уже просто не успеваешь, машина старая. В этом году, в ноябре месяц, обещали морозы, и перед этим я перебылся. Ладно, я где-то пострадаю, но знаете, как потом с таким тяжелым грузом жить, когда пострадает из-за тебя кто-то, из-за твоей безлаберности. Поэтому в первую очередь, да, безопасность. В рамках профилактического рейда было остановлено немало машин. Стоит отметить, что из соображений безопасности практически все переобули автомобили. Среди ответственных и брещанка Анастасия. Девушка чувствует за рулем себя комфортно, а главное – безопасно. Тем более, когда машина в соответствующей, так сказать, одежке. На зимней резине вы себя чувствуете комфортно на дороге? Ну, конечно, конечно. Увереннее. Отвечаю не только. Ездит со мной ребенок, и за ребенка отвечаю за себя, и за всех, кто в машине. С игнорированием, казалось бы, простых правил высока вероятность стать участником ДТП, как итог – штраф и разбитая машина. Потому лучше потратить время на переобувку машины, тем самым обезопасив себя и других участников дорожного движения. К сожалению, вот как только начинается гололед, в первые дни, даже уже ноября, у нас тут, конечно, очередь в отделе убытков. К сожалению, ну, кто-то не успел переобуться, кто-то там не соблюдал дистанцию. И часто, конечно, людей очень много, буквально все затягивается. Поэтому очень важно помнить о страховании, потому что, если страховки нет, то, конечно, здесь уже приходится самостоятельно ремонтировать машину. Водители, помните, ваша безопасность зависит только от вас самих. Не пренебрегайте своим здоровьем и соблюдайте, казалось бы, такие простые, но такие важные правила дорожного движения. В нестабильных погодных условиях водителям и, конечно же, пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными при участии в дорожном движении. В частности, водителям необходимо выбирать безопасную скорость, двигаться с увеличенной дистанции и, конечно же, соблюдать безопасный боковой интервал. Важно напомнить пешеходам о том, что при выходе, при пересечении проезжей части, каждый уязвимый участник дорожного движения прежде всего должен убедиться в безопасности выхода на проезжую часть. Ну и, конечно же, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости использовать световозвращающие элементы. Анастасия Мелешкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.